В истории современной России появилась новая страница. Впервые в Московской области прошли внутрипартийные дебаты. 2 апреля в Люберцах стартовала кампания «Единой России» по выбору кандидатов в Государственную и Областную Думы. Я приглашаю вас всех принять участие в предварительном голосовании и, естественно, отдать свой голос за самого достойного кандидата. Дебат – это нормально. Дебат – это диалог. Диалог со своими оппонентами, диалог со своими группами поддержки, с людьми, кто пришел в дебаты. Вот лично для меня самое волнительное – это то, что я вижу людей, которых знаю много лет. Это все мои земляки. Задача дискуссии – выявить актуальные проблемы населения. Кандидаты демонстрируют знание вопросов и свою позицию по каждому пункту. Дебаты проводятся между представителями и сторонниками «Единой России». Для партии важно показать, почему на выборах будет представлен тот или иной кандидат. Публичные дискуссии – новшество российской политики и применяются только единороссами. Политические конкуренты партии к выбору своих кандидатов подходят более закрыто. В нашей партии проходит такая процедура, что человек и молодой, и опытный, независимо от регалий, в равных условиях участвует в дебатах. Это не просто стоять за этой маленькой кондоркой и держать очередной экзамен. И я думаю, что это позволяет людям увидеть, услышать самого человека, того, кому они доверят защищать свои интересы. На прошедших выходных темами дискуссии стали сбережение нации, здравоохранение и социальная политика. Еженедельно участники обсуждают новые вопросы. На предстоящих дебатах обсудят борьбу с коррупцией, развитие сельского хозяйства, продовольственную безопасность, ЖКХ и качество жизни. Сбережение нации – это создание условий, чтобы каждая женщина имела возможность и условия дать жизнь своему ребенку, чтобы мы не теряли тех детей, которые не смогли родиться. Это создание условий, чтобы каждый был уверен, что скорая приедет вовремя и им окажут помощь. Это создание условий, чтобы наши дети получили качественное образование, выбрали ту профессию, которая будет по душе. По регламенту в дебатах участвуют от двух до шести кандидатов. На первом этапе участники представляют себя и свою позицию по теме дебатов. Затем каждому кандидату задают вопросы из группы поддержки конкурента. В конце дискуссии подводят итоги. Лидия Николаевна, главная проблема здравоохранения – кадры. А география нашего района способствует тому, что специалисты уезжают работать в Москву, потому что у нас зарплата выше и достойные условия труда. Можно ли что-либо сделать для того, чтобы данные специалисты оставались работать в нашей больнице? Кадры, конечно, решают все. И надо сказать, что вопрос закрепления кадров, он в последние годы, в российском законодательстве – это один из самых главных. Необходимо подумать о том, чтобы создать условия молодому специалисту полюбить профессию и то место, где он работает. Поэтому одними запретами здесь не решишь. Внутрипартийные дебаты продлятся до 22 мая. Затем состоится праймерис. Участники, получившие максимальную поддержку, будут выдвинуты кандидатами в депутаты Государственной областной думы от «Единой России». Андрей Милентьев, Сергей Яковлев. Для программы «Городские вести».